Всем привет! Skoda Yeti – это самый утилитарный и жизненно утверждающий кроссовер, такой как Tiguan, только по более разумной цене. Интересно, оправдывает ли он расходы на эксплуатацию? Сейчас обо всем об этом расскажем подробно. Итак, встречаем Skoda Yeti. В 2009 году начались продажи первого кроссовера от Skoda. Он компактнее Tiguan, моторная гамма победнее. Да, и с трансмиссиями не все так просто. Но Skoda Yeti привлекает с точки зрения трансформации салона. Спинки разделены на три раздельно складываемые части. Каждое из задних сидений раздельно складывается. В сложенном виде их можно перевернуть к передним креслам. Они еще и снимаются легко. То есть пространство салона в задней части легко увеличивается до пары кубометров. В общем, Yeti – это не только снежный человек, но и надежный перевозчик. А как у этого товарища обстоят дела с ресурсом и надежностью? Тут, к сожалению, не все так радужно. Ведь счастье обладания этим кроссовером может быть окрашено в рыжие тона. Да, он может безнадежно ржаветь до дыр. Сейчас обо всем этом и многом другом расскажем поподробнее. Кузов у Yeti одно сплошное больное место, особенно у машин, которые были выпущены до 2013 года. Которые были выпущены после 2013 года тоже проблем хватает, но их меньше. Едва ли удастся найти Skoda Yeti рестайлинг либо дорестайлинг в родной краске. Это может случиться, если машина не ездила вообще под дождем. Говорят, что причина в бракованном либо плохом заводском грунте. Владельцы Skoda Yeti, скорее всего, знают о проблемах с лакокрасочным покрытием. Но специально для вас мы расскажем, что фирменная тема – это коррозия и отшелушивание краски на Skoda Yeti появляется во многих местах. Это вот возле дверных ручек, также в задних арках, на задних крыльях вдоль стыка с задним бампером. Часто краска вспучивается по всей плоскости на дверях под молдингами, а также вдоль междверной резинки. Кстати, на рестайлинговом Yeti этот уплотнитель стал мягче. Если вы обратили внимание, что эта резинка протирает краску в первую очередь в нижней части дверей, просто обрежьте ее ниже уровня молдинга. Естественно, коррозия появляется на передних крыльях, и это только то, что видно снаружи. Также ржавеют нижние кромки дверей, особенно их уголки, и также ржавеет металл за бамперами. Причем дыры бывают размером с монету. А вообще коррозию стоит ожидать везде – вдоль любых молдингов и уплотнений, вдоль рейлингов, которые на крыше, за задним номером, также во всех проемах. То же самое происходит и с днищем, если оно не обработано антигравийным составом, и больше всего жалко крайней части порогов. Кто же может спасти кузов Skoda Yeti от коррозии в условиях сырых и соленых зим? Так это мойка примерно два раза в неделю с хорошей сушкой и протиранием поверхностей, на которых скапливается и не смывается соль. Также помогает обработка твердым воском, либо же другим составом с хорошим гидрофобным эффектом. В общем, этот снежный человек нуждается в уходе. Вот такие обязанности придумали инженеры VAC. Дорестайлинговые Skoda Yeti получили неудачные гофры для перехода проводов в проемах передних дверей. Из-за них провода изгибаются на излом. Из-за этого сначала лопается изоляция проводов, потом они по одному обрываются. В дверях перестают работать электрические компоненты, появляются ошибки, сообщающие об обрывах их цепи. Дверные гофры на дорестайлинговых Yeti меняют на улучшенные U-образные. Но для того, чтобы установить U-образные, на место старых прямых надо наращивать провода. Иногда Yeti может перестать зажигать свет в багажнике, то есть не будет загораться вот этот плафон. При этом машина не будет видеть, что дверь открыта. Либо же она не будет видеть, что дверь закрыта, при том, что дверь действительно закрыта. И в этом виноват концевой выключатель, который находится в самом замке. Новый оригинальный замок стоит около 120 долларов. При желании его можно снять, разобрать и заменить концевой выключатель на подходящий. Но это сделать не легко. Также может быть, что замок выходит из строя таким образом. То есть он либо вообще не подает признаков жизни, либо же жужжит моторчик, но дверь не открывается. В этом случае по-любому придется поменять этот замок на новый. Еще одной причиной отключения замка и других электроприборов задней двери могут быть порванные жилы проводов, которые идут в заднюю крышку. Причем обрыв этих проводов надо искать в гофре. Бывает, что перестает работать задний стеклоочиститель. И в этом виноват вышедший из строя моторчик. Он вместе с редуктором стоит 140 долларов. Если будете его менять, то не забудьте обновить и прокладочку для него. Плафон центрального стоп-сигнала может иногда отставать от кузова из-за поломанных креплений. Это происходит из-за набухания рыжиков. После этого вода может просачиваться в салон и стекать по заднему стеклу. С возрастом и пробегом у Skoda Yeti может заклинить трапеция стеклоочистителей. Либо же она заскрипит, либо же дворники начнут работать медленнее. Это происходит из-за влаги и коррозии. Вообще перед осенне-зимним сезоном будет не лишним снять трапецию и смазать ее подвижные соединения и установить обратно. Заодно можно вычистить весь мусор под лобовым стеклом. Салон у Skoda Yeti незамысловатый по дизайну, но достаточно долговечный. Но годы эксплуатации не щадят обод рулевого колеса. Он начинает протираться к пробегу в 100 тысяч километров. Также трескаются кожухи рычага МКПП и кожух ручника. То есть они начинают трескаться примерно к пробегу в 200 тысяч километров. Также начинают царапаться стекла шкал. Удивительно, но они царапаются даже когда вы протираете пыль тряпочкой. Но это легко убирается антицерапином. Также еще эти стекла могут мутнеть. Напольная педаль акселератора может просто отвалиться, если лопнет ее нижний шарнир, сделанный как изгиб на пластике. Особенно часто это случается зимой, когда с обуви туда натекает вода, потом она замерзает, соответственно шарнир ломается. В этом случае лучше купить новую педаль, исправную. Но подойдет и БУ. Обязательно позвоните в «АвтоСтронг». Но некоторые владельцы мастерят свой шарнир и крепят его к педали шурупами. Как и на других моделях VAC на этой платформе, у Yeti могут возникнуть проблемы с вентилятором печки. Дело в том, что перед ним нет никакого фильтра. И вся пыль с окружающего мира летит на лопасти вентилятора и на вал. Потом моторчик начинает завывать при вращении. Но его можно снять, почистить и смазать вал. Забор воздуха в салон производится с правой стороны из-под лобового стекла. Сюда, под решетку, можно установить плоский фильтр. Подойдет, например, шапка от карбюратора УАЗа. Еще возможны проблемы с заслонками климат-контроля. Их несколько в системе. Если одна перестает работать, то нарушается регулирование направлений потока воздуха и переключение рециркуляции. В общем, эта проблема лечится заменой сервоприводов заслонок. Если в салоне появился запах стеклоочистителя, либо эта жидкость начинает течь из бардачка, то это не такая уж редкая проблема. В месте образования трещины шланг можно перерезать и соединить специальным ремкомплектом. Редко встречается проблема, когда перестают работать клавиши на руле. У нас, кстати, руль без клавиш. Также не работает клаксон, либо же горит ошибка по подушке безопасности. И это все говорит об обрыве подрулевого шлейфа. Этот шлейф является частью стрекозы, то есть вот этого блока с подрулевыми переключателями. Много кроссоверов Skoda Yeti было продано с моторами 1.2 TSI. Это маленький турбомотор четырехцилиндровый с легкосплавным блоком и чугунными гильзами семейства EA111. Уже на сегодняшний день можно сказать, что это надежный мотор. Свои 300 тысяч он отходят. А если еще будет адекватное обслуживание, тогда намного больше. В этом двигателе надо обязательно слушать цепь ГРМ. После всех улучшений ресурс цепи вырос в три раза. Вы не ослышались. Причем состояние цепи надо оценивать не только по ее шелесту, но также надо ехать на специализированное СТО, и там растяжение цепи проверят специальным инструментом. Нужно обязательно посмотреть затем, не появляется ли масло под кронштейном, на котором сверху располагается теплообменник и масляный фильтр. А чуть ниже расположен генератор. Этот кронштейн, то есть у этого кронштейна три резиновых прокладки, которые обязательно начнут пропускать масло. Еще в этом моторе крошится клапан ВКГ или просто обламывается его штуцер. Также, внимание, требуют высоковольтные провода и общая катушка зажигания, которая стоит 260 долларов. И этот двигатель не терпит некачественных свечей зажигания. Зато этот двигатель не склонен к жору масла. Масло надо менять каждые 8 тысяч километров и использовать 98-й бензин на минуточку. А если масло начало пахнуть бензином, то, скорее всего, придется поменять ТНВД на новый. Новый ТНВД стоит 450 долларов. Дело в том, что причина, по которой бензин попадает в ГБЦ, а потом далее в поддон, это уставший сальник ТНВД. А вот примеров, чтобы подобрать нормальный сальник для ТНВД неоригинальный, очень мало. Поэтому приходится покупать новый ТНВД, чтобы решить этот вопрос. Двигатель 1.4 TSI надежнее и менее капризный. Да, после серии мучений и улучшений этот турбомотор стал действительно надежным и служит прекрасно. Цепь ГРМ служит 150 тысяч километров. У этого двигателя индивидуальной катушки зажигания, которые служат долго. У нас на канале есть подробнейший обзор этого двигателя. Обязательно посмотрите. 1,8-литровые двигатели известны своим масложором, который невозможно предотвратить, а можно только контролировать, то есть проверять уровень масла каждые тысячу километров. Также можно держать этот масложор в приемлемых рамках средствами раскоксовки и уменьшить интервал замены масла до 7500 километров. Масляный аппетит вызывают неправильные маслосъемные кольца и неправильные поршни. Завод не раз их переделывал, в том числе на сверливое отверстие для слива масла. Последний вариант поршней с наборными маслосъемными кольцами появился в этих моторах в 2013 году. Эти поршни стоит использовать при капремонте, если цилиндры не задрало. Кстати, задиры происходили и происходят из-за оплавления поршней. Они, в свою очередь, оплавляются из-за перегрева, вызванного обильным нагаром на поверхности поршней. Оплавление в основном происходит на одной из средних модификаций поршней, где была уменьшена площадь юбок и высота второго компрессионного кольца. К сожалению, масложор встречался и встречается на последних ЕТИ с двигателем 1.8. Причем этот двигатель мог есть масло прямо с завода, а уровень на щупе исчезал после пробега 5-7 тысяч километров. Если вы установили поршни последней ревизии и последней версии, то все равно не стоит расслабляться. Надо менять масло каждые 7500, чтобы оно не успело состариться и закоксовать поршневые кольца. Еще на этих моторах были и все еще встречаются проблемы с маслоотделителем системы вентиляции картерных газов. Обязательно надо установить последние ревизии. Цепи ГРМ на этих моторах ходят примерно 120-150 тысяч километров. Натяжение цепи можно определить по выступанию штоконатяжителя. Максимальное выступание 6 бороздок. Также встречаются еще ситуации с низким давлением масла. В этом виноват уставший клапан в стакане масляного фильтра. Естественно, отклонение давления масла от нормы приводит к износу пар трения, то есть к повышенному износу. Но в этом двигателе первыми страдают балансирные валы. Их заклинивает, соответственно, и двигатель клинит. И еще отметим, что низкое давление масла случается тогда, когда в системе смазки балансирных валов не все в порядке, и подгоревшее масло вносит свою лепту в этот непорядок. Единственный фазорегулятор моторов 1.8 TSI в их втором поколении может стрекотанием намекать на недостаточное давление масла. Но если давление масла в норме, а это 1.1 бар на холостых оборотах, а фазорегулятор стрекочет, то обновить его ресурс можно заменой его лопаток разделителей. В общем, моторы 1.8 TSI хлопотные. Слушайте, если у вас такой мотор и не расходует масло, обязательно поделитесь этим в комментариях. Уж очень интересно, как вы его обслуживаете. В 2014 году на Skoda Yeti начали устанавливать первый и последний атмосферный двигатель. И то, что это коснулось автомобилей российской сборки. Этот мотор с завода подъедал масло нуждается в масле вязкостью 5W40 с допуском Volkswagen 502.00 либо же 505.00. Этот двигатель относится к семейству EA211. А это значит, что в приводе ГРМ зубчатый ремень, который надо менять каждые 120 тысяч километров. Отдельным ремешком приводится модуль из помпы и термостатов. Так вот, если будет утечка антифриза, либо же какие-то проблемы с термостатом в этом месте, то будьте готовы выложить 450 долларов за оригинал. Но хорошо, что есть заменители раза в три дешевле. В мае 2015 года на Skoda Yeti установили новый мотор 1.4 TSI ременного семейства EA211. Это хороший и надежный мотор, однако запомнился гарантийными заменами ГБЦ. В сущности, это 1.6 MPI, только с непосредственным впрыском и турбиной. Skoda Yeti с дизельными двигателями встречается очень редко. С 2010 по 2013 год выпускалась версия с двигателем 1.6 TDI. Если вы владелец такого автомобиля, либо же охотитесь на такую машину, обязательно посмотрите обзор этого двигателя у нас на канале. Там вообще все про него рассказано. Yeti с двухлитровым двигателем встретить реально, но такие экземпляры тоже уникальны. У нас есть отличный обзор подробнейший на этот двигатель у нас на канале, так как этот двигатель очень распространен на других моделях VAG. В целом, хороший мотор, но не для экономного обслуживания и сомнительного дистоплива. Ну а теперь о трансмиссиях. Но для начала поговорим о двухмассовом маховике. Двухмассовый маховик не используется на версиях с МКПП только с двигателем 1.6 MPI. На других версиях используется. Так вот, двухмассовый маховик стоит от 500 до 700 долларов. И служат двухмассовые маховики по-разному. Например, на двухлитровом дизеле он служит всего лишь 100 тысяч километров. На других версиях может прослужить и 250 тысяч километров. Так вот, пятиступенчатая механика, как мы уже говорили, встречается только с моторами 1.6 MPI. И проблем с ней вообще никаких нет. А вот шестиступенчатая трансмиссия MQ200, которая работает в паре с двигателем 1.2 TSI, может загудеть. Причём гул похож на гул ступичных подшипников. Но это может гудеть трансмиссия. Так вот, то, что дело в трансмиссии, могут подсказать запотевшие сальники приводов и их люфт. Причём, явный люфт бывает у правого привода. В этом случае надо быстрее ехать на ремонт, пока трансмиссия не развалилась. Надо в ходе ремонта поменять подшипники, на которых вращается ведомая шестерна дифференциала. То есть, сам дифференциал в ходе сборки поменять оба сальника приводов. Также сальник первичного вала. И на финальной части сборки надо отрегулировать преднатяг новых подшипников. Ну а теперь поговорим об автоматических трансмиссиях. Итак, на Skoda Yeti можно встретить классический автомат только в версии с двигателем 1.6 MPI после рестайлинга. И это наш случай. Вот он, шестиступенчатый Asin. Надёжный, классный, адекватный. Легко пройдёт 250 тысяч километров. А если начнёт пинаться, а затем сыпать ошибками, то проверьте один из проводов возле одного из электрических разъёмов этой трансмиссии. Другие двухпедальные Yeti будут оснащены трансмиссиями DSG. С двигателями до 1.6 MPI работает сухая DSG 7-ступенчатая DQ200. Эта трансмиссия будет работать в паре с двухмассовым маховиком стоимостью 500 долларов. Комплект сцепления для этой трансмиссии стоит 650 долларов и выхаживает 200 тысяч километров. Эту трансмиссию долго улучшали, переписывали управляющий софт и добились довольно таки плавной и надёжной работы. Эта трансмиссия отлично диагностируется сканером. В общем, при нормальном, адекватном обслуживании эта трансмиссия пройдёт и 500 тысяч километров. Таких примеров много. На сегодняшний день она полностью ремонтопригодная. Есть ремкомплекты для мехатроника, также есть клапаны к нему. Масло в её редукторной части и мехатронике 2.1 литр, соответственно, надо менять каждые 50 тысяч километров. Мокрая шестиступенчатая DSG устанавливалась в паре с двигателями 1.8 TSI и 2.0 TDI. Это ещё более надёжная трансмиссия. 6 литров специального масла, и фильтр надо менять каждые 50 тысяч километров. И не стоит буксовать на асфальте, то есть дрифтить, потому что дифференциал этого может не выдержать. Кстати, у нас на канале есть подробнейший разбор и обзор этой трансмиссии. Обязательно посмотрите. Ну, а сейчас мы поедем на СТО, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. Кстати, помните, что помимо отличных бэушных запчастей и новых запчастей, в «АвтоСтронг» есть ещё подразделение «МотоСтронг». Мы сами привозим мотоциклы из Европы, выбираем байки с минимальными пробегами и в отличном состоянии и продаем их с полным пакетом документов. Ну что, мы на СТО и продолжаем. После запуска двигателя на многих Skoda Yeti раздавался металлический ляск в районе правого переднего колеса. И это стучали топливные трубки. Так вот, чтобы решить эту проблему, надо просто поменять резиновые фиксаторы, которые держат эти трубки. Полноприводные Skoda Yeti оснащены только моторами 1.8 TSI и 2.0 TDI. Муфта Haldex – это основа полного привода. Именно с её помощью подключается задняя ось. Муфта Haldex может быть четвёртого поколения на Skoda Yeti, а если машина рестайлинговая, то Муфта Haldex будет пятого поколения. Так вот, в Муфте Haldex четвёртого поколения надо менять специальное масло и фильтр каждые 40-50 тысяч километров. Фильтр надо искать по каталогу Volvo, потому что VAC его не предлагает. А вот в Муфте Haldex тоже надо менять масло каждые 40-50 тысяч километров. И там фильтра нет. В общем, если не делать замены масла, то электромотор прикажет долго жить, проходит лишь примерно 100 тысяч километров. У нас автомобиль моноприводный, поэтому Муфту Haldex пятого поколения, машина у нас рестайлинговая, мы вам показать не сможем. Давайте перейдём к передней подвеске. Вот в передней подвеске очень слабо ходят стойки переднего стабилизатора. Стоят по оригиналу 30 долларов, а еле выхаживают 40 тысяч километров. Гораздо дольше выхаживают втулки переднего стабилизатора. Но оригинал не продается, есть хорошие заменители. Изначально на Skoda Yeti устанавливали алюминиевый подрамник. Он выглядит вот как широкая плита, а не как трапеция. А позже, с 2013 года начали устанавливать вот такой стальной подрамник. Так вот, задние сайлентблоки рычагов для алюминиевого подрамника и для стального подрамника разные. Для алюминиевого подрамника они идут в алюминиевом крепеже, а для стального подрамника здесь установлены обычные бублики. Так вот, в алюминиевом крепеже сайлентблоки стоят примерно 75 долларов, выхаживают всего 100 тысяч километров. А бублики для стального рычага выхаживают больше и стоят в два раза меньше. Шаровые опоры одинаковые. По 60 долларов могут выходить 200 тысяч километров. Передние ступичные подшипники идут вместе со ступицами. Стоит 180 долларов, выхаживают примерно 150 тысяч километров. А вот задние ступицы тоже стоят 180 долларов, но на полноприводных версиях они могут загудеть к пробегу 100 тысяч километров и каждые 100 тысяч километров гудеть. Передние амортизаторы приходилось менять к пробегу чуть более 100 тысяч километров, а задние текли уже сразу после 100 тысяч километров. Стоимость 200-230 долларов соответственно. Иногда до пробега в 150 тысяч километров появлялись вибрации, и источниками этих вибраций были изношенные внутренние шрусы. Их можно купить отдельно, примерно за 220 долларов. А заменители стоят в несколько раз дешевле. Задняя подвеска у всех независимая трехрычажная. Отличие только в цапвах колес. Так вот, далеко не все сайлентблоки здесь детализируются отдельно. Вот этот передний сайлентблок продольного рычага стоит 15 долларов, нижний сайлентблок цапвы стоит 20 долларов. Все остальные сайлентблоки продаются либо с оригинальными рычагами в сборе. Как вы уже поняли, коррозия кузова – это больная тема Skoda Yeti. Обязательно ухаживайте за кузовом, мойте его чаще, балуйте защитными составами, также сразу подкрашивайте сколы, обработайте днище антикором, и тогда проблем с кузовом не будет. Если касаться агрегатной части, то не заигрывайте с цепями ГРМ. Перескок либо обрыв будет стоить очень дорого. 1.8 TSI, то есть если вы берете машину с этим мотором, должен быть максимально ухоженным. Ну а в остальном на Yeti экономить не получится, потому что это все-таки VAC капризный, нуждается в хороших маслах, в хорошем топливе и в хороших запчастях. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали вот такие вот классные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео и напишите комментарий. Поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».